Это весьма широкая тема. Кстати говоря, в моём сегодняшнем комментарии мы ещё раз подчеркнули, что деятельность Североатлантического альянса у российских границ, наращивание военной активности, в том числе через создание оперативных возможностей для сил реагирования НАТО – это прямая и непосредственная угроза национальной безопасности Российской Федерации. Мы давно говорили и об этом знают в руководстве НАТО. Мы не считаем альянс вражеским объединением, но их действия и решения, которые принимаются в рамках концепции деятельности Североатлантического альянса, создают серьёзные угрозы не только для безопасности Российской Федерации, но и для безопасности в Евроатлантике в самом широком, как вы поставили вопрос, смысле этого слова. Не буду сейчас касаться конкретных положений, но целый ряд документов, которые были приняты в том числе с участием Российской Федерации, и не только в рамках Североатлантического альянса, но и также в рамках ОБСЕ, Совета России и НАТО, как раз определяли вектор совместных усилий по созданию широкого пространства равной и неделимой безопасности для всех государств этого широкого региона. Когда Россия предложила оформить политические заявления, которые принимались в рамках различных международных организаций, в частности в рамках ОБСЕ, напомню о таком важном документе, под которым подписались, кстати говоря, и руководители Североатлантического альянса, это «Хартия европейской безопасности» 1999 года. И вот когда Россия предложила оформить эти политические договоренности в рамках договора о европейской безопасности, именно руководство НАТО отклонило эту идею, сказав, что юридические гарантии безопасности может дать только Североатлантический блок. Но мы всё же полагаем, что дискуссии в отношении проблем безопасности в Евроатлантике будут продолжаться, в частности в рамках ОБСЕ, на платформе принятого в прошлом году в Базеле решения о продолжении диалога в рамках так называемого документа «Хельсинки плюс 40», который, как мы надеемся, создат условия для более широкого диалога не только государств-участников этой организации, но и для международных организаций в Евроатлантике, которые занимаются проблемами безопасности. Я напомню ещё об одном документе, под которым подписались все государства-участники ОБСЕ, который стал прорывным на тот период и создаёт дополнительные возможности для коллективного поиска путей обеспечения безопасности. Я имею в виду платформу безопасности, основанной на сотрудничестве. Так что документов и решений много, но, к сожалению, дел не так много, о которых хотелось бы говорить со знаком «плюс». будем работать. Дипломатия как раз и создана для того, чтобы помогать решать, в том числе и такие глобальные проблемы безопасности, о которых вы только что рассуждали. Спасибо.